Бомбат Бомбат приземистая млекопитающая с короткой шеей и широкой головой. Живет в глубоких норах и ведет ночной образ жизни. В сказках ломбат часто выступает как мудрый старец, к которому обращаются за советами. Эмо Эмо – крупная птица, питающая в степях Австралии. Куала Сумчатый медведь носит детенышей за спиной. Куала – густой пушистый мех, проживато-серого цвета. Живет на деревьях, ласает очень медленно, питается листьями эвкалиптов. Бумеранг, луна – сказка народов Австралии. Это случилось давно. Земля, деревья, реки были тогда такими же, такими видимыми теперь. Но небо было другим, темным, без луны. А вот как луна появилась. Однажды вечером великий созидатель Байяме. Байяме – культурный герой, создатель всего, учитель людей. Возможно, имя его произошло от другого дела. Услышал, как спорят между собой бомбат, кенгуру, пуала и орел. Каждый из них был уверен, что из всех животных и птиц он самый сильный и ловкий. Да что говорить, он сильнее даже всемогущего Байяме. Что же, Байяме предложил устроить состязание. Он, пожалуй, тоже примет в нем участие. Первым решил показать свое умение в амбат. С необычайной быстротой вырыл он нору, и его тучное тело тотчас исчезло под землей. Затем в амбат вылез, отряхнулся от пыли и, довольный собой, селся у костра в ожидании, чем разрешить спор. Вторым был Эмму. Он сорвался с места, побежал так быстро, с такой силы выбрасывая свои мощные длинные ногти. Взглядом следить за ним было непросто. Настала очередь к кенгурую. Как начал он прыгать, через самые высокие деревья перепрыгивая, подскакивая чуть ли не до облаков. Прыгал, прыгал, устал. Усмехнулся самодовольно и тоже присел у костра. Пришел черед коалы. Он забрался на вершину самого высокого эпкалипта. И хотя ветер вовсю раскачивал тонкие ветви, за которые цепко держался, коала, принялся неторопливо объедать листочки. Ветер, видно, нисколько его не пугал. Куала наелся досыта, спустился вниз по бедоносным видам, посмотрел на противников и опустился около костра. Тедарио распростер свои могучие крылья. Он взмыл на такую высоту, что все кроме вейков Байеме потеряли его из вида. Долго парил орел, показывал всем свою силу и выносливость. Наконец Байеме дал ему знак рукой и орел неохотно спустился на землю. Но не сразу сел на поляну, а сделал еще несколько кругов над головами соперников. От взмахов у крыльев у Эмму стрепались длинные нежные перья, а трава на поляне то и дело пригибалась к земле. Спор разгорелся с новой силой. Каждый считал себя победителем. Тогда животные и птицы обратились к Байеме. Пусть человек рассудит их по справедливости. Кто из них самый сильный, самый лов, кто могуществом своим равен самому человеку? Ничего не ответил Байеме. Только с укором посмотрел на них, подошел к остру, поднял бумеранг. Бумеранг – это изогнутая деревянная палец, чаще всего серповидная форма. Описав кривую дугу, бумеранг возвращается к метателю и занес его за голову. Какое-то мгновение Байеме был неподвижен, а затем с силой метнул бумеранг в черное небо. Все выше и выше поднимался бумеранг, пока наконец-то не достиг неба и не остановился. С удивлением страхом глядели животные и птицы на бумеранг, который светился каким-то дивным светом, а вокруг стало светлее. Так Байеме подарил людям луну, она и поныне сияет на небе, а в иные дни очень похожа на бумеранг. Долго умолчал Байеме, все смотрел и смотрел на притихших животных и птиц, а затем сказал, что самым великим существом всех живущих на земле является человек. Байеме Байеме